Снохождение и сноговорение это лунатизм. Еще по-научному он называется сомнамбулизмом. Кто такие лунатики? Как лунатизм проявляется у детей и взрослых? Причины его возникновения. Открываем секретное досье за номером 6. Здравствуйте, мои хорошие! Лунатизм – это древнее название явления. На самом деле оно не имеет отношения к Луне, полнолунию и ее фазам. По версии, такое название произошло по причине того, что его выявить проще в светлые ночи. То есть при хорошем освещении Луны. История средневековой Европы не выносила на общественность факт лунатизма. О ночных прогулках своих родственников или близких не принято было говорить вслух. Ведь лунатика могли признать ведьмой и покарать огнем и утопить. А с течением времени и с увеличением доверия к традиционной медицине сомнамбулизм стал болезнью, которой занимаются психиатры. Хотя они и признают, что очень часто за помощью в указанной проблеме обращаются не к врачам, а скорее к народным целителям и колдунам. Сомнамбулизм является достаточно широко распространенным явлением. Во всем мире им страдает около 2,5% населения. Сноухождение возникает, когда центральная нервная система во время сна контролирует не все участки мозга, отвечающие за движения. А всемирно известный академик Павлов утверждал, что во время сна нервное торможение распространяется как на кору больших полушарий, так и на подкорку. А при лунатизме на последнюю не распространяется вовсе. Лунатики обычно во время сна встают с кровати и начинают ходить. Они могут совершать какие-то целенаправленные действия и что-то говорить. Со стороны может показаться, что человек находится в состоянии бодрствования. Однако это не так. Если присмотреться, то будут заметны некоторые особенности, присущие сам Дамбуле. Движения человека будут медленными и плавными. Хотя глаза лунатиков открыты, но они ничего не воспринимают и не слышат. Часто им кажется, что они находятся не у себя дома, а в каком-то другом месте. А разбудить лунатика практически невозможно. В среднем такие явления могут наблюдаться пару раз в неделю. Не все лунатики ходят по квартире. Некоторые из них могут просто сидеть или стоять в кровати. Другие наоборот стремятся выйти на улицу, могут открыть замок двери и даже завести машину. Обычно приступы лунатизма непродолжительны. Длятся они не более получаса за ночь. Чаще всего лунатик сам возвращается в постель и продолжает спать. На утро эти люди абсолютно ничего не помнят о своих ночных похождениях. В любом случае, как убеждают многие врачи, не нужно паниковать, если случилось так, что рядом с вами лунатик. Нужно закрывать на ночь двери и окна, чтобы он не вышел из дома или не вывалился из окна. А также нужно прятать все хрупкие и острые опасные предметы, которые могут оказаться на его пути. А следует знать, что пытаться разбудить человека во время приступа сомнамбулизма категорически нельзя. Это может напугать его и вызвать тяжелейшую психологическую травму. Его очень легко вернуть в свою постель. Он всегда послушно идет за своим поводырем. Причинами сомнамбулизма у детей могут стать несколько моментов. Наследственность, нервное напряжение из-за переживаний, конфликтов в семье или очень насыщенные программы обучения. Лихорадка во время болезни, мигрень. Эпилепсия иногда проявляется впервые именно сомнамбулизмом. У взрослых лунатизм встречается намного реже. И, как правило, связан с различными заболеваниями, то есть носит вторичный характер. А при этом сон нарушается внутренними процессами в организме. Среди наиболее частых причин отмечаются недосыпание, эпилепсия, мигрень, новообразование головного мозга, сосудистые поражения мозга, заболевания сердца, бронхиальная астма, синдром абструктивного апноэ во сне, сахарный диабет, заболевания нервной системы, прием токсических веществ, в частности наркотиков и алкоголя. Побочные действия лекарств, в особенности некоторых снотворных. Если приступы лунатизма случаются регулярно, то необходимо обратиться к врачу. Важно помнить, что хождение во сне может быть проявлением достаточно серьезных заболеваний. На приеме специалист проведет физический осмотр больного и психическое обследование. Также для выяснения причин этого состояния может потребоваться провести инструментальные исследования. Электроэнцефалографию, ЭЭГ-мониторинг, магниторезонансную томографию или компьютерную томографию. Лечение лунатизма заключается в первую очередь в устранении первопричин стресса. Если приступы повторяются систематически, необходимо обратиться к врачу, который назначит должное лечение. Антидепрессанты, седативные успокоительные средства, транквилизаторы. Взрослым, склонным к сомнамбулизму, рекомендуется не употреблять стимуляторов, крепкого кофе и энергетических напитков. Очень полезно перед сном расслабиться, слушая приятную спокойную музыку. Необходимо следовать строгому графику сна и стараться не нарушать его. Засыпать нужно в полной тишине. Перед сном обязательно нужно освободить мочевой пузырь. Что же касается детей, в первую очередь надо оградить ребенка от любых стрессовых факторов. Наладить режим дня, больше гулять на свежем воздухе, чрезмерно не нагружать интеллектуальной работой, исключить просмотр телевизора и компьютерные игры. Такие травы, как мелисса, валерьяна и лаванда, стабилизируют ритм сна. Приготовьте ребенку успокаивающий чай. Смешайте по чайной ложке каждого растения в большой чашке и залейте полулитром кипятка. Дайте минут 10 настояться, после чего процедите. За час до сна напойте этим чаем ребенка. Успокаивающие запахи способствуют нормальному сну. Можно использовать ароматические масла герани, аромашки, мелисы, сандалов в дерево или иланг-иланга. Следует распылить эти масла 5-8 капель в детской. Либо использовать аромалампу. Включите ребенку послушать медленную классическую музыку. Сделайте расслабляющий массаж. Если лунатизм вызван каким-то конкретным заболеванием, необходимо грамотное лечение первичной патологии. Если же лунатизм у человека носит случайный характер, то медицинская помощь ему не требуется.